Что это такое? Айсберг темной страны стримеров О как Это типа как Брайн Маппс, но про стримеров? Про этого чувака я помню Я слышал эту историю Это стример, который притворялся инвалидом А потом случайно спалился Забыл выключить камеру Встал с инвалидного кресла и пошел Хотя всем рассказывал, что он инвалид Ходить не может О май гад Чудо Исцелился А это что такое? Вот это я не знаю, что это Сегодня мы погрузимся в леденящую душу пучины мрачного айсберга темной стороны стриминга надо гашу посмотреть но там должен быть явно на самом дне этого айсберга буду я со своей политикой автор видео такой ну а теперь давайте поговорим о самом страшном и тут такой я на протяжении видео будут обзоры жутких случаев и жизни как зарубежных так и снг авторов ой по традиции начну рассказ с относительно безобидных историй и по мере продвижения в глубины градус шок контента начнет нарастать сам вот это интересно это интересно в конце на уровне бездны мы столкнемся с максимально маргинальным контентом однако обо всем по порядку это я ропсиди популярный стример на твич который ведет прямые трансляции из повседневной жизни его ласково прозвали ангелом сибу из-за множества добрых дел которые он совершил на протяжении многих лет людям в районе токио в феврале 2020 года во время прямого эфира австралийский стример увидел как девушку на улице преследовал незнакомец она явно была напряжена и оглядывалась по сторонам в поисках поддержки ангел сибуи вмешался и представился другом чтобы заставить странного парня отступить преследователю ничего не оставалось кроме как поулыбаться и неловко уйти во своя сия видео с этим моментом сейчас одно из самых просматриваемых на канале ропсиди пьюди пай на мосту чего феликс чел красава мужик реально оберк или более известный на просторах всемирной сети как пьюди пай один из самых популярных ютюберов в мире во время при был когда-то но и сейчас популярным остается мой трансляции на ютюбе феликс играл в не менее известную игру на выживание папка пик онлайн который приходится на 2017 год феликс был полу игры вместе со своим тиммейтом он пытался подстрелить другого игрока однако последний оказался более ловким и живучим осуждаю в итоге противник убил однопартийца феликса на что пьюди пай реагирует максимально неполеткорректным выражением называя противника грёбаным а далее слово на латинскую букву n а за этот случай ему пришлось потом приносить извинения я всегда считаю что это очень незрело и глупо я просто идиот ситуация была осложнена тем что буквально за пару недель до этого инцидента феликс был обвинен средствами массовой информации в антисемитизме за скин на грани фола утечка информация в октябре 2021 года неизвестный хакер опубликовал ссылку на известный западном сегменте интернета имиджборде по которой можно было скачать свыше ста двадцати восьми гигабайт внутренней информации с твича да я помню доходы стримеров там вскрылись я оказался одним из богатейших за три года я там заработал 3 миллиона или сколько там было ебать и держались файлы в которых была переписка о внутренней политике компании и таблицы с доходами стрим ну рубля естественно не долларов миров сам твич был вынужден отреагировать на ситуацию заявив что были проведены работы по устранению утечки но было уже поздно информация вместе с исходным кодом платформы разлетелась по интернету до всех слили всех стримеров то со скоростью света стоит отметить что через небольшой промежуток времени об инциденте забыли падение нарциссы райд нордкета спасибо большое за переподписку 21 марта 2022 года твич и youtube стример нарциссы райд пришла по ссылке которую ей отправил в чат один из зрителей прямой трансляции при этом предварительно ее не проверив ссылка содержала контент который называет небезопасным для просмотра на работе после чего она получила бан от платформы чего не понял еще раз 21 марта 2022 года твич и youtube стример на акции сайрайт пришла по ссылке которую и а перешла по ссылке ядом пришла посылка я это услышал думаю и посылку прислали она перешла по ссылке л в чат один из зрителей которые отправила и в чат один зритель и прямой трансляция при этом предварительно ее не проверю сюда что бывает такая я происходит у многих моли сегодня тоже самое своем он молимся открыл на стриме там не проверим что там на самом деле еще бан будет риф ссылка содержала контент который называет небезопасным для просмотра на работе после чего она получила бан от платформы далее от стримерши последовала агрессивная реакция в социальных сетях она сделала ряд заявлений в которых обещала подстрелить себя и попутно забрать с собой всю команду разработчиков твича ладно это уже какой-то засуждая это нездоровый человек угрозы в публичном поле продолжались однако когда страсти улеглись она официально подала апелляцию на банк который сердечно извинилась за все что возможно после этого твич изменил решение о постоянном бане на 22-дневный справедливо верхушка айсберга чудесное исцеление 5 от рапшана передаюсь что все и стоит вырут а это в каких-то твоих фантазиях что ли ну а теперь это я солью оторвался от стаи вернись ставить сюда месяц вы и стоит подошел сюда залетел ты 2 апреля 2013 года angel hamilton а вот эту историю я помню более известный на твиче как зелен об в одно мгновение потерял всю свою лояльную аудиторию стример моментально приобрел известность начав онлайн карьеру в 2012 году в интервью видеоблогерам он рассказывал что однажды пострадал в аварии после этого лишился возможности ходить из-за того из-за того что попал в автомобильную аварию это она посадила меня в кресло за больше чем год до начала без камеры на онлайн-трансляциях зелен об часто находился в кресле каталки и получал феноменальное количество донатов в знак поддержки однако в 2013 году события в жизни анджела приобрели неожиданный поворот закончив стрим он посчитал что трансляция выключена и как ни в чем не бывало встал с кресла как вот мне интересно о чем думал потом как он это все к нему пришло осознание как-то вот в какой-то момент я стою на ногах каталки и ушел по своим делам девушка с которой он общался параллельно не смогла удержаться и произнесла сакраментальное о боже мой какой-то момент быстро поняв что стрим все еще в онлайне зелен об подбежал компьютеру и вы показал буквально кресло включил веб-камеру эта история стала вирусной подписчики и зрителей негодовали уже чуть позже angel выступил с заявлением что после аварии прошел курс физиотерапии после которой снова встал на ноги и ему стоило об этом рассказать раньше страсти не улеглись ему пришлось сменить никнейм при этом он продолжает вести стримы и по сей день да ладно умирающий блогер печальная история стримерши по имени коу более известный как miss duty bird прогремела в западном сегменте интернета в январе 2021 года в одной из своих трансляций девушка со слезами на глазах сообщила зрителям что у нее диагностировали рак мозга и легких после чего донаты со словами поддержки посыпались со скоростью да ладно только не надо говорит что она тоже напиздила света одновременно с этим ее сестра тоже стример заявила что коу ничего не сообщила семье об этом ужасном событие а раки родственники узнали только из трансляции моего сестра стримера сегодня у нее у нее пациента я не думаю что она не сказала ни о чем ни о чем у нас единственная операция которую мы знаем это ее нога это мне больно что она сказала это потому что три дня назад это было пять лет назад Наша бабушка умерла от рака люфт. Ну. Она лжет по поводу рака и отвречает мне боль. Внезапно у зрителей стали закрадываться смутные подозрения. Давление на мисс Дети Бёрд росло, и ей пришлось признаться, что по поводу болезни она соврала. Радус негодования среди аудитории был огромен, и девушке пришлось уйти с Твича. Однако примерно через год она вернулась, как ни в чем не бывало. Незваный гость. Нахуя? Томас Джефферсон Моррис, четвертый, или известный на Твиче и Ютюбе блогер Сода Поппин. Его карьера и стримеры сейчас прекрасно все. У него огромная аудитория на обоих сервисах. Однако уже в далеком 2015 году произошло событие, которое можно назвать ложкой дегтя. В общем-то, неплохой биографии автора. Во время стрима Паверкрафту Сода поделился со зрителями историей, как однажды некий фанат, как сам автор назвал его, существом. Где-то отыскал адрес проживания Томаса и вскоре появился на пороге его дома. Демножечко странным, но нормальным. Когда я вернулся, я почувствовал себя так плохо, из-за того, что он так долго ехал. Так что я разрешил ему остаться в другой комнате, ебать нихуя себе добрый. В этот момент автор проводил стрим и в дом фаната впустил его брат со словами, что в незваном госте не увидел ничего подозрительного. Фанат, у которого в инете был никнейм Дэйфи, сообщил, что добирался до нужного адреса в течение 18 часов, как бы давя на жалость, чтобы его впустили. И гость благополучно поселился в доме Соды. Сам стример объяснил, что у него не хватило духа выгнать его из дома, ровно как и у его брата. Поэтому Томас попросил девушку своего брата выгнать Дэйфи из дома. Ну, у меня подписчик жил 15 дней в моей квартире. И я сейчас не шучу. Здесь, в Америке, на Брайтоне еще, когда я жил, я ехал в метро, ко мне подходит парень такой, типа, Хесус? Куда? Ну, мы познакомились. Вот, он такой, типа, говорит, если что-то надо будет, там, помощь какая-то, там, ну, может, квартиру найти, обращайся. Я такой, ну, ладно. И я к нему реально обратился. И он мне реально помог. Благодаря нему я нашел себе хату, в которой я жил потом, на Брайтон-Бич. А спустя время у него там возникла проблема с деньгами. Ну, я ему сказал, типа, ну, окей, хочешь, у меня поживи. Вон в комнате. Все. Жора его зовут. Ну, вы же его видели даже, я, когда стримил один раз, я с ним и РЛ стримил. И все, и мы до сих пор общаемся. И все, такие дела. Вот такие пироги. Не, ну, нормальные Жоры тоже существуют, не надо сразу тут. Жора! Ну, не тот Жора, блядь. Еще другие Жоры есть. Вот, соответственно, ну, он же, получается, тоже мой подписчик. Соответственно, вот, вот такие пироги. Че? Че? Ты говоришь мне, что у вас не было смелости выгнать парня? И поэтому это должно... Что? И поэтому это должна была сделать девушка? Да. Ага. Но она сделала это. Но она сделала это. Она спокойно согласилась, и после разговора на повышенных тонах, гость разрыдался, сказав, что девушки его всегда не любили. Да, ситуация странная. При этом самая мрачная деталь заключается в том, что когда Дэйфи в слезах покинул дом, он оставил после себя небольшой подарок, а именно целый пакет с запрещенными веществами. Жестокое обращение с кошками. Я в ахуе, блядь. Осуждаем таких подписчиков. Алините, известную стримершу в разделе просто... Нихуя себе. Чат пользователей интернета обвинили в жестоком обращении с домашними питомцами. Бля, этот фильтр на видосе, сука, по глазам бьет. Все началось с того, что Алините в 2019 году выпила во время прямой трансляции водку и поцеловала своего котика. Который в свою очередь впал в судорожный припадок. Я мало знаю в области здоровья разных животных, но что-то мне подсказывает, что кошки очень плохо реагируют на вкус алкоголя, и для них его употребление может завершиться фатально. Это был не единственный странный случай. Во время игрового стрима Алините швырнула кота, который неудачно забрался на стол, за что была подвергнута критике зрителями трансляции. Впрочем, долго домашние животные такое отношение терпеть не стали, и вскоре отомстили. Центр Айсберга. Там, где популярность, тем выше вероятность самых разных событий. Спасибо за 120 рублей, Алексей. Доггер, у которого сейчас около 5 миллионов подписчиков на ютюбе. Там, где популярность, тем выше вероятность самых разных событий. В том числе и неприятных. 11 сентября 2018 года во время стрима Догг столкнулся с одним из них. День не предвещал беды. Догг играл в Airzone, однако внезапно он остановил геймплей и прислушался к происходящему в квартире. После этого он выступил с заявлением, что прямо во время прывой трансляции кто-то стал стрелять по окнам дома стримера. Нихуя Фредди Меркури. Выяснилось, что это уже второй случай за два дня, а значит на Догг кто-то устроил охоту. Он эмоционально высказался по поводу того, что думает о нападавших с полной уверенностью, что они смотрят стрим. Можно было бы заподозрить, что это история фейк, с помощью которой стример поднимает популярность. Однако чуть позже полиция подтвердила, что по окнам стреляли неизвестные с помощью пневматического ружья. Алихуя. Опасный самолет. Айс Посейдон один из тех стримеров, который любил транслировать свою жизнь в режиме 24 на 7. 27 апреля... Ой, блядь, у этого Посейдона что только на стриме не происходило. Потом гашу крымского чата, поддержите добрые люди. В 2017 году он решил показать свое путешествие на самолете, начиная от аэропорта до точки назначения. Каким образом? Там, ну как бы, конечно, в некоторых самолетах есть интернет, но там он такой хуёвый, что стримить это вообще не вариант. Так этому не суждено было сбыться. И не просто так. Для того, чтобы понимать контекст ситуации, нужно внести ясность, что Айс Посейдон имел скандальную репутацию среди зрителей. Во многом, благодаря своим мошенникам... Стример обманул фанатов на 500 тысяч долларов и купил себе Тесла. А как он обманул? Обманом получил от фанатов полляма баксов, как? А, для этой цели использовался криптовалютные системы, что, блядь? ...схемам с криптовалютой. Следовательно, у него было много недоброжелателей. Но вернемся в аэропорт. Автор готовился улететь из Техаса в Лос-Анджелес. Он был преисполнен энтузиазмом и параллельно на стриме рассказывал все подробности. Откуда летит, каким рейсом и даже успел засветить свой билет. После успешной посадки на пассажирское кресло, внезапно в салоне появились представители службы безопасности. И с силой выволоклись с триммера с уже насиженного места. Конечно. Бац, камера по рукам пошла. Бля. На этом сайте тоже бот с тобой такую хуйню может выдасть. Бля, это то он и бот. Аширо, спасибо. Бля, еще не вырубает ее. Так а в чем проблема? В чем проблема? Ммм. Наля. Выяснилось, что кто-то из зрителей решил зло подшутить над стримером. Шутник сказал, что Ice Poseidon несет с собой бомбу и его нужно срочно задержать. История стала вирусной даже в средствах массовой информации. Твич отреагировал радикально и забанил канал автором навсегда. Чик, вот нахуй. То есть, блядь, стримеры подставили его зрителей и Твич ему за это канал заблокировал навсегда? Информация. Твич отреагировал радикально и забанил канал автором навсегда. Апелляции не помогли. За что? Воровство в прямом эфире. Мистер Тринад... О, я. А, нет. Ик, или по-простому Мистер Бик, это стример в квартире... Мистер Дик. Кир, у которого вызвали полицию во время прямой трансляции. Стандартная хуйня. Ой, блядь, этот ОБС еще старый. Такого он не ожидал и немного растерялся. Причина вызова заключалась в том, что автор слишком громко кричал во время игры и тем самым мешал соседям. Во время того, как Мистер Бик объяснялся с офицером, на заднем плане мимо проходил некий мутный молодой человек. В итоге стримера заковали в наручники, видимо, его объяснения оказались неубедительными. И по странному стечению обстоятельств офицер полиции не закрывает на замок дверь в квартиру. Напомню... Вот она ваша Америка, блядь. ...что трансляция все еще была онлайн. Буквально через 10 минут в квартиру входит тот самый любопытный прохожий. И начинает вырвать на глазах у изымленных зрителей стрима. Он прихватил с собой кроссовки, бумажник, телефон и наушники. Позже офицер вернулся осмотреть помещение. Смещение, и стоит отметить, что благодаря трансляции вор был пойман, и все вещи были возвращены владельцу. Стрим с огоньком. Китаец который, или... На минуту перейдем в страну восходящего солнца. Я помню эту хуйню. Японский стример по имени Юширо очень любил курить во время трансляции, и однажды вредная привычка его подвела. 27 сентября 2015 года Юширо играл в Майнкрафт, и вроде все шло нормально. Однако в какой-то момент... Ну играть в Майнкрафт это уже не нормально, ну ладно. А-а-а, ну ладно, я шучу. ...кучно, и он решил показать зрителям, как зажигать масляные спички. Охуеть, спасибо, блядь, папаша. При этом у него за спиной куча всего того, что очень легко горит. Какие-то коробки картонные, какие-то книжки, блядь, еще какая-то бумага лежит. То, что легко воспламеняется. Не ожидав столь яркого эффекта, стример скинул горячий элемент в пакет с бумагой, и дальнейший результат был немного предсказуем. Он попытался потушить разгорающийся пожар коробкой, а потом одеялом, но все безуспешно. Пламя стало распространяться, а густой дым заполнять квартиру. Зрители смотрели в прямом эфире фильмы ужасов из реальной жизни, как жилое помещение автора сгорает. В доме также проживали родственники Юшира, которые пострадали вследствие пожара. Чем все закончилось, до сих пор до конца неизвестно. Как известно вообще-то, там полностью все сгорело нахуй. Я новости видел. Дыно Айсберга. Выпишите из дуга. О-о-о-о. Вежелинг, походу. Кто не знает, рыжего балагура по имени Кирилл Зырянов, более известного как Вежелинг, являющимся одним из родоначальников трэш жанра трансляций. А я так... Ух, блять. А я тогда с ним стримил. Пару раз в те времена. На их трансляциях был. Во время стрима Кирилл повздорил со своим другом причиной конфликта. Я че, актриса из Слоу Пацана та самая? Которая полицейскую играет. Являлся острый язык. Самого Виджелинка. В процессе драки стримеру выбили зубы и об этом потом долгое время судачили в русскоязычном сегменте интернета. Да ладно? Чип, 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 чип. Ты встал? Давай, ебать! Хорош, ты че делаешь, брат? Ты мне зуб сломал. Ты мне похуй, ты че зубил, понял? Чип, ты мне похуй. Да и что, блять, базар тухарь, тварь. Конечно, автор проводил много стримов с противоречивым содержанием. Однако этот случай считается одним из самых фееричных. И там причем реально минус два зуба передних. Прям вообще полностью. Он потом себе вставлял зубы. Дорогой перелет. А Кейтлин Сирогуси или Амарант знают даже те, кто далек от многочасовых просмотров стримов на платформе Twitch. При этом, кому как не есть знать о темной стороне популярности. 7 июня 2022 года Амарант поделилась сообщением в одном из своих аккаунтов, что ее яридо-фанатизмопоклонник добрался до нее прямиком из Эстонии. И не просто приехал, а буквально вломился в дом. Позже он был арестован. Однако печальная деталь этой истории в том, что фанат продал все свое имущество, чтобы прилететь в Америку, в штат Техас. Причем путь его был из Виллис, через Европу и так далее. А потом он около месяца ночевал в коробке у Старбакса на улице. Штутся недалеко от дома Амарант, чтобы застать ее на месте. В конечном счете, он не выдержал долгого ожидания и решил взять дело в свои руки. Он взломал замок в дом стримерши и стал рыскать по комнатам. Наподлинно сложно сказать, где в этот момент находилась девушка, однако она позвонила в службу спасения. И как мы уже знаем, преследователя задержали. На этом приключения ярого фаната не закончились. Уже в феврале 2023 года он вернулся, причем ведя параллельно свою онлайн-трансляцию. Он оставил шкатулку и ключ к ней. Амарант позже рассказал, что так ее и не открыло. Мошенник из Англии. Настало время одной из самых больших мошеннических историй времен... Газик что? О, да ладно, ну-ка, ну-ка. Как там надо наебывать? В сентябре 2022 года Абрахам Мухаммед, известный как Сликер, успешно ведет стримы по Counter-Strike записывать свою реальную жизнь. И все это происходило до тех пор, пока он не занял у зрителей в совокупности, по разным данным, от 200 до 300 тысяч фунтов стерлингов. Занял? А как это? Связывался с фанатами и жаловался на то, что у него заблокировали банковский счет. Причина такого поведения в том, что у Сликера была зависимость от азартных игр. А-а-а, лудоман! Свои деньги он просаживал на ставках, и ему требовалась постоянная подпитка. То есть он реально занимался, чтобы реально их проебать, поэтому... ...попрезговал брать деньги даже у ракового больного, который являлся его преданным поклонником. Ситуация вскрылась, когда объем долгов превысил все разумные пределы. Об этом высказались популярные в западном сегменте стримеры, ведь Сликер брал взаймы и у них. После этого история стала достоянием широкой общественности. И что в итоге-то? Как решили вопрос? Деньги вернул? Или просто все забили хуй? И все. Жестокие пранки. Это ты его подсадил на казик? Ну конечно, блядь. Сходил он в гости к взлому, блядь. Все, он из-за меня подсел, блядь. Перешел по ссылке в моей телеге, и пизда. А вы, ребят, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка в чате. Буду о-о-о-о-о-о. Очень благодарен. Реально. Чего-чего-чего? XQC за него всем деньги вернул. Да ладно? Ну, может позволить себе. Что у него там десятки миллионов долларов. Я думаю, что эта сумма для него чистая мелочь. Айден Росс очень известный в западном сегменте. Стример, который заработал популярность благодаря игре в NBA 2K. Изюминкой трансляции была совместная игра с Бронни Джеймсом. С сыном легендарного Леброна Джеймса. При этом Айден Росс имеет скандальную известность, поскольку неоднократно вступал в публичный конфликт с известными личностями. Например, с Эндрю Тейтом. На его стримы вызывали полицию и так далее. Однажды в поисках хайпа он зашел слишком далеко. Шел стрим, во время которого Айден звонил случайным зрителям и давал различные задания за деньги. Суммы в вознаграждении были от 10 до 20 тысяч долларов. Подписчики должны были выполнять квесты на камеру в режиме онлайн. Кому-то он дал задание разбить телевизор. Родители без предварительных объяснений. Кто-то должен был облить уриной свою собственную сестру. А кто-то... Вот так же. Вы хотите облить свою сестру уриной? Разъебать свой телевизор? Без предупреждения для родителей? Ребят, у меня нет 10-20 тысяч долларов. Я понимаю, что за такие деньги вы себя уриной обольете. При этом будете меня осуждать за то, что я налысо подстригся за 50 тысяч. Ну не надо. Кто-то был вынужден преснуть себе в лицо перцовым баллончиком. Участники заданий сходили с ума, а трансляция собирала тысячи и тысячи просмотров. Эйден разошелся не на шутку. Он нашел одного из зрителей, у которого был брат. И стример дал задание подписчику перерезать горло собственному брату за... ЧЕГО, БЛЯТЬ! ...20 тысяч долларов. Брое, я дам тебе 20 тысяч, если ты перережешь ему горло. Даже зрителям трансляция в этот момент стала не по себе, поскольку не было понятно, это больная шутка стримера или он говорил на полном серьезе. К счастью... Ну он сразу сказал, что вы шутите. Ну, блядь, шутка хуевая, пиздец. Мало ли что, этот зритель как бы пошел сразу. И он сразу пошел куда-то. ...полнять задание, но все равно, а мало ли попался бы такой, который бы согласился выполнить столь ужасное и безумное задание. В любом случае, эта история оставила плохой осадок у всех, кто в тот момент находился на трансляции. Опа! Гости на стриме. Опа. Давайте на минутку представим, что вы знаменитый стример. Вас смотрят зрители, трэш-контента у вас нету, все благополучно. Ой, я! Получно. Я! И вдруг внезапно к вам в квартиру вырывается спецназ. Это у меня... У меня могло бы быть такое, если бы я в России жил. Сто процентов на этом бы моя карьера так и закончилась. Да. Переворачивает все вверх дном, а вас кладет лицом... А, это я, да. И вот на несколько лет я бы отлетел, скажем так. В бан, только в реальной жизни. ...в пол. Именно такая ситуация произошла с Людвигом Андерсом Агреном, звездой Twitch, YouTube и комментатором спортивных мероприятий. Он вел сабатон. Это специальный вид стрима, когда зрители за подписку могут продлевать время онлайн... А я помню эту хуйню, да. Я тогда тоже хотел попробовать. Теперь уже поздно. Трансляция. 29 августа 2022 года этот прекрасный формат пошел не по сценарию. Во время сабатона на Людвига три раза вызывали полицию, а финалом на 27-й дней сабатона в дом стримера ворвался самый настоящий спецназ. Что стало шоком для Людвига и его девушки, которая все время находилась рядом со стримером. Об этом случае они активно рассказывали после, и эта история оставила у них неизгладимые впечатления. Чуваку, который устроил этот рейд и смотрящему меня, который потратил все пять минут с моего дня. Поздравляю. О, бездна, блядь. Дисклеймер даже какой-то. Ну-ка, 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 ну-ка. Я хочу предупредить, что следующие истории могут оставить мрачное впечатление. В них будут факты о стримерах, которые причинили вред себе или окружающим. О, походу реально про меня, ребят, про политику сейчас будет. Последний твит. Последний твит? Кажись, я понимаю, о чем речь. Байрон Дэниел Бранштейн, более известный как Рэгфолл, американский... А-а-а-а, блядь, все. Я понял, о ком речь. Тример Твич и профессиональный киберспортсмен. Он был наиболее известен в игровом сообществе своими достижениями в World of Warcraft. На мой взгляд, талантливый парень. Параллельно со стримами он разрабатывал свою игру Everland. Она была на финальной стадии и релиз планировался к 2021 году. Внезапно, 2 июля 2020 года Рэгфолл написал в своем аккаунте в известной соцсети ряд очень странных сообщений. В одном он попросил прощения за свое безумное поведение, а в другом дополнил, что безумные люди не несут ответственности за свои поступки. За один час до этих сообщений бывшая девушка стримера опубликовала твит, в котором рассказала, что потеряла близкого человека. Она долго боялась, что это однажды произойдет. Спустя 2 часа она разместила новое сообщение, в котором призналась, что человек, которого она любит, ушел из жизни. Чуть позже догадки зрителей Рэгфолла подтвердились. Стример спрыгнул с балкона своей квартиры. Все полунамеки в твитах стали понятны. В своих сообщениях Рэгфолл прощался со своей аудиторией и друзьями. Своим внезапным поступком он шокировал западный сегмент сообщества стримеров. Однако стоит отметить, что предпосылки к этому печальному событию были и до этого. В разных трансляциях Байрон жаловался на свое ухудшающееся психологическое здоровье. И все равно странно, поскольку во время последнего стрима, перед днем смерти, Рэгфолл обещал выйти онлайн на следующий день. Я увидел вас, ребята, в том числе или в следующем день. Он совершенно нормально общался со зрителями и с виду находился в хорошем расположении духа. Воистину, психические заболевания — это тихие убийцы. Дострелился. Чего, блядь, кто? Станислав Решетников, он же Реплей. Более известный в узких кругах трэш-стример. Летом 2020 года получил репутацию мучителя и рабовладельца эдакого мальчика для битья Валентина Ганичева по кличке Депутат, которого в свое время выкрал у других деятелей трэш-искусств. Нередко звал на трансляции девушек с интересных сайтов. Одной из которых не посчастливилось ближе к концу злополучного 2020 года стать некой Валентине Гениальной. Она же Валентина Григорьева. Роль, не знаю, она хваляется, короче, в коридоре. Говнище воняет. Я вам от чего ставлю, пизда. Просто я вам отвечаю. Валяется, обусранная она. Обусранная валяется. Я ее не впускаю в дом, потому что она обостралась. Такая вот хуйта. Ебаная актерская игра, блядь. Ну как может человек, блядь, просто взять и обосраться, просто так, не с хуя, когда он просто пил шампанское, блядь. Ну там градусов-то, вот насрано, блядь. 50 лайков, потащим ее сюда и делаем пушку, нахуй. Ну это пиздец, нахуй. Это реально вообще фарш, нахуй, ебаный, нахуй. Реально обосралась там, нахуй, как помойка, ебаный. Валентин у меня не обсирался, нахуй, никогда, блядь. Да щука, вообще, давай. Ты жив? Валь, ты живая? Валь, мне кажется, она мелкая, нахуй, я вам отвечаю. Нет пульса, нахуй. Блядь, нет пульса, нахуй. Она белая, нахуй. Блядь, реально, я не чувствую пульса, блядь, нахуй. Валь, пожалуйста, ответь. Валя, Валя. Валя. Пиздец, ну он ее, короче, на балконе запер, как я понимаю. А там зима, холодно было. И она замерзла, по-моему. Че за хуйня? Долбоеб-то, че? Пиздец. Какой стало? 2 декабря. В тюрьме сидит? На очередном стриме Рэйфлей, как обычно, избил свою подругу, а после запер полуживую девушку на балконе. Вследствие травм и переохлаждения она скончалась. При этом стрим продолжался еще как минимум два часа после этого. В какой-то момент Рэйфлей сообразил, что что-то идет не так, но было уже поздно. На квартиру были вызваны медики и полиция. Описать ситуацию можно метким выражением одного из приехавших на место происшествия оперативников. Достримился. В апреле 2021 года Станислав Решетников приговорен к шести годам строгого решима. У меня что-то, блин. Ну вы поняли, ребят? К шести годам. Напоминаю, женщину недавно посадили на 7 лет за то, что она ценники переклеила на антивоенный. Это пиздец. Чел убил буквально. Будет меньше сидеть. И то еще по УДО выйдет. Условно досрочно. Скорее всего. Се-пиздец. В 27 году выпустят. Да раньше, скорее всего, выпустят. Ну, скорее всего, я не знаю, как на самом деле будет. За ЛГБТ 12 лет, ну. Ну да. Идеальное преступление. Ну ладно, там посадили этого, посадили того. Сколько сейчас помилуют, блядь, тех, кто возвращается с войны преступников, соответственно, которые, в свою очередь, когда-то убили, ограбили или еще что-то сделали. А их теперь на свободу пускают, потому что они что сделали? Убили еще несколько человек только в Украине. Это пиздец. Это пиздец. И сейчас постоянно одни новости, вторые новости. Вернувшуюся из СВО, блядь, бывший зэк опять кого-то убил. Только уже в России. Эти герои нашей следующей истории – Волт Саксо 07. Настоящее имя – Стивен Маккалах. Британский ютуб-блогер. Известный своими видео, в основном охватывающими различные темы, связанные с научно-фантастическим сериалом «Доктор Кто» и товарами, связанными с другими франшизами. В феврале 2023 года Маккалах был арестован и обвинен в убийстве Натали Маккнелли. 32-летняя Маккнелли была на 15-й неделе беременности, и ее нашли зарезанной 18 декабря 2022 года в своем доме. Стример и ютубер был парнем Маккнелли и отцом ее ребенка. В ночь ее убийства Маккалах транслировал 6-часовое заранее записанное видео, на котором он играет в GTA Vice City. Прямая трансляция получила название «Жестокая ночь в Рождество». Сделана она была специально, чтобы у автора было алиби на время совершения преступления. Во время стрима было множество подозрительных подсказок и намеков на то, что что-то идет явно не так. Маккалах постоянно повторял, что он не может взаимодействовать со своими зрителями, иначе это может привести к поломке его компьютера. Во время одной из миссий зрители могли услышать, как он приговаривал под нос «Мне нужно убить эту стерву, мне нужно ее уничтожить». Когда у Маккалаха был перерыв, на экране появлялся постер фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». В конце стрима он делился впечатлениями, что отлично провел Рождество, а позже добавляет, что хочет вернуться к играм, но в следующем году у него будет не так уж много свободного времени. Маккалах был арестован и предстал перед судом 24 февраля 2023 года. Конечно, когда готовил сценарий, нашел и другие каналы трансляции, которые выходят за грань понимания добра и зла. Их включать в Айсберг не стал, потому что некоторый контент, на мой взгляд, должен сгинуть в забвении. И надеюсь, вам понравилась подборка. Делитесь и своими историями о стримерах, которые не вошли в Айсберг. Лучшая история будет закреплена в секции комментариев. По традиции, благодарю моих подписчиков на Бусте. Предлагаю перейти на Телеграм, ссылка в описании. Его участники неиронично имеют возможность влиять на развитие тем для дальнейших видео. И, конечно, подписывайтесь на... Ну, меня здесь не было, слава богу.